Так, комфортно для детей любого возраста. Не ошибается, по данным Росздравнадзора, быстрая самодиагностика 15 минут без боли и стресса. Короткий тампон, который не глубоко погружает в носовую полость. Идеальный формат для дома и путешествия. Вываляет все штаммы COVID-19. Определяет вирус даже при низких его концентрациях. В самом начале заболевания при бессимптомном течении рекомендуется применить с первой по десятой неделе. Так, экспресс-тест нового новинка при определении COVID-19 домашних условий. Да, Ром? Получается так. Получается так. Ребят, здравствуйте. Прямой эфир. Среда, вечер. Финальный стрим на Озоне в рамках того, как мы исследуем интересные различные технологии. К нам приходят различные эксперты и бренды. Мы пытаемся выведать у них всю важную информацию, узнать для себя что-то новое. Ну, а если нравится, уже по нормальным ценам, которые предлагаются в стриме, то есть сразу со скидкой забрать себе еще классный тот или иной товар. Ну, на самом деле, сейчас... Ром, помощь, мы с тобой в прошлом году, в декабре, по-моему, виделись, да? Кажется, да. Да. Ты знаешь, ситуация с COVID-19 была совершенно другая. Не было такой статистики в 120 тысяч ежедневно, но не было. Наверное. Нельзя сказать точно, потому что люди просто становятся все осознаннее с каждым божьим днем, потому что все больше и больше родственников заболевает, и они начинают понимать, что уже нужно идти в больничку, и количество данных увеличивается. Но по факту, может быть, все было не так драматично, как сейчас, но цифры все еще были высокими. Ну, скажи мне, как тебе кажется, что мы делаем не то? На какой стадии мы что-то, может быть, пропускаем? Почему такая пандемия? Мы за чем-то не следим? Или что? Или мы халатно к этому относимся? Твое мнение. Так вышло, и вообще, в принципе, главный закон медицины — это превентивная медицина. Если вы успели предотвратить, значит, вам не надо лечить, значит, пандемия не случилась. И, собственно говоря, именно в превентивной медицине мы и не успеваем. Ранние выявления — это самый главный трюк, который всем уже давно пора было научиться использовать. Ранние выявления, то есть ты считаешь, что чем раньше я понимаю, какая у меня проблематика, есть ковид или нет, тем быстрее я предприму какие-то меры, например, останусь дома и как минимум не заражу в этот же день кого-то на работу. В контексте ковида на этом все и закончится. То есть в этом весь и смысл — остаться дома и не заразить, потому что он заразный. И если остаться дома, то минимум там пять человек, возможно, 10, 15, 20, 30, кто его знает, не будут заражены. Так пандемия останавливается. Да, ребят, на самом деле об актуальной теме говорим. Вот кто-то пишет, что Даша пишет, тема, конечно, актуальна, но страшновато в современных реалиях. Слушайте, вот это на самом деле тоже, мне кажется, беда, ты знаешь. Многие не идут тест, а зачем? Ой, потом посадят на две недели на карантине, лучше я три дня сейчас попью, полечусь, да и никому ничего не скажу. Но ведь это тоже такая тема есть наверняка. Ну, это палка о двух концах. Наверное, для тех, кто живет один дома и он может посидеть пять дней дома и полечиться, за них стоит порадоваться, но большинство из нас живет как минимум не в одиночку. И очень частое явление, когда люди именно в семье кого-то заражают, кто-то этого не ожидал, занес это на работу, ну и началось по-новой, собственно говоря. Да, да, и тем страшном пандемии. Ребят, всем привет, давайте задавать свои вопросы, немножко поговорим, поделимся советами какими-то, да и просто исследуем на самом деле, что это такое за новинка, что это такое за мировой бренд, который входит в топ-3 мировых лидеров в производстве быстрых определений, тест-систем для определений коронавирусной инфекции, что это такое. Значит, всем здравствуйте. Здравствуйте. Так, в последнем стриме, ребят, сейчас это все ответим. Давайте будем осознаннее, не будем болеть, пишут. Всем привет, приобрела после нового года коробочку, показал отрицательный тест, поехала в больницу, оказался положительный. Так бывает. Сейчас это тоже рассмотрим, когда, в какой момент, да, надо показать. Тестировать будете? Да, мы сегодня попробуем, да? Я, честно говоря, немножко тоже волнуюсь, ребята, но все-таки, может быть, даже хорошо, я хочу на самом деле проверить, прям вот хочу, реально, потому что в начале я заболел, ну как бы посмотрим, что сейчас. Вот, всем здравствуйте, по цене тоже говорят, что довольно-таки высоко, в аптеке, например, есть за 999 рублей, есть за 1500 рублей и, наверное, мы подойдем сейчас главному, что это за тест, откуда он к нам приехал, почему производитель биосенсор входит в топ-3 лидеров мировых? Я тут остановлю в топ-2. В топ-2? Топ-2, ну просто нет, нет такого списка, где топ-3, есть список, где топ-2. Топ-2, да? Круто. Ну, давай тогда, твое мнение. В чем она круто? В чем она хорошо? Здесь, наверное, нужно начинать с самого начала, с того, что есть такая организация, называется Всемирная Организация Здравоохранения и ВОЗ, это как ООН по здоровью, если там самым простым языком разговаривать, то ВОЗ, это вот такая штука. Они не выдают рекомендации, они выдают разрешение на использование в разных миссиях, в разных там ситуациях определенных медицинских изделий. А вот тестом SD-биосенсор по какой-то непонятной причине Всемирная Организация Здравоохранения выдала рекомендацию, что они рекомендуют всем странам мира пользоваться вот этим, а не чем-то другим для того, чтобы выявлять коронавирус. Это, естественно, привело к тому, что у всех стран мира появились свои списки рекомендуемых тест-систем и, ну да, в них всегда первая строчка идет SD-биосенсор. И, наверное, это не просто так, там тоже умные люди работают, поэтому я лично им доверяю. То есть прям вот официально Всемирная Организация Здравоохранения, которые там про новостях говорят, другого говорят, вот у меня постановление, прям вышло, они все протестировали, исследовали и по всему миру пишут первой строчкой биосенсор. Там есть такая бумажка, она называется Emergency Use List. На сленге она называется EULA, если это кому-то что-то скажет. И вот в этой EULA первая строчка идет SD-биосенсор по COVID-19, по раннему выявлению, собственно говоря. Так, ну хорошо. Это первое. Второе, что здесь очень важно, и в России, и в мире очень сильно разнится терминология самотестирования и инвитро. Очень часто на экспресс-тестах мы можем увидеть для использования инвитро. Инвитро, это значит медработником, но у вас дома. Это немножко не то же самое, что самотестирование. Это не вы сами себя, а это все та же медсестра, просто она должна к вам приехать. И это не просто так. А здесь это тест для домашнего использования, когда я спокойно в домашней обстановке, без каких-либо навыков и дополнительных условий делаю себе этот тест и проблем нет. Процесс оптимизирован, да, совершенно верно. И это первый пункт, почему за 800 рублей вы можете купить, но окажется что-то не то. Потому что для этого нужен медработник. Если вы медработник, конечно, пожалуйста. А если вы не медработник, то, наверное, стоит все-таки использовать то, что рекомендовано именно Росздравнадзором, Минздравом. Так, хорошо, смотри. Но все-таки, я встану, пожалуй, простите, волнуюсь. Смотри, есть же тесты, которые, например, стоят полторы тысячи рублей, и там написано, что я могу сам делать это дома. Единственное, что у меня всегда вопрос по поводу процентных соотношений. Может быть, у вас тоже, да? Я не очень понимаю, что такое чувствительность, что такое специфичность. Здесь какие-то то 100%, то 95% и так далее, и так далее, и так далее. Мне надо понимать одно. Окей, я за 3000 рублей покупаю тест. Я хочу быть стопроцентно уверен, что тест правильный. Вот что делать Южнокорее здесь? Ну, наверное, правильнее всего будет сказать про вот эту вот штуковину, что есть три характеристики основные, как, допустим, у телевизора, да? Есть чувствительность, специфичность, предел обнаружения. Что такое чувствительность? Чувствительность, это, ну, на простом языке, это точность тест-системы. То есть, с какой вероятностью она выдаст вам правильный положительный результат. То есть, что она не ошибется и не скажет вам, что вы не больны, когда вы больны. Так. В нашем случае это 100%. 100%? Да. Как делается исследование? Сейчас явно будет определенный скепсис у зрителей. Это даже у меня скепсис, да. Это логично. Почему так? Потому что мы берем клинические испытания, которые делаем не мы. Мы отсечены от них полностью, мы просто отдаем товар и надеемся, что все пройдет как надо. В Росздравнадзоре, в Росздравнадзоре делаются клинические испытания, где берется ПЦР и где берутся наши тесты. ПЦР показывает положительный, наши тесты показывают положительный. ПЦР показывает отрицательный, наши тесты показывают отрицательный. Другого варианта просто нет. То есть, у нас 100% чувствительность, она же точность. 100% специфичность. Специфичность на простом языке это то, насколько тест точен конкретному биоагенту. То есть, в нашем случае к ковиду. То есть, иными словами, если у меня грипп, покажет ли он положительный результат? Ответ нет, не покажет. Скажи, а ПЦР может показать или тоже нет? Здесь, если обсуждать ПЦР, вообще... Нет, а давай обсудим, потому что интересно. Все-таки, ну смотри, давай напрямую. Я иду куда-нибудь в клинику, ну пусть там тоже где-то 3,5-4 тысячи рублей, но я сдаю ПЦР, у меня через день приходит какой-то результат анализа. Мы этому доверяем часто. Очень иронично, что люди этому доверяют, не понимая, как ПЦР вообще работает. То есть, что такое ПЦР? Я сейчас, наверное, немножко отойду от темы. Давай. Но у нас у всех в той или иной мере был конструктор лего. Так. Вот берем просто вот коробку с лего, не маркированным лего, да, просто там кусочки маленькие, да, и ставим гипотезу, что вот вытаскиваем первый кусочек, это лего-поезд. И начинаем дальше набирать из коробки что-то от лего-поезда и дособировать лего-поезд. И в конце смотрим, да, лего-поезд желтый, а кусок оранжевый. И мы такие, нет, не лего-поезд. Либо, да, лего-поезд. ПЦР работает так же. Мы берем кусочек и достраиваем, достраиваем, достраиваем до того состояния, где-то становится похоже на ковид, например. Первая проблема, ну, мы ставим гипотезу, что это ковид. Вторая проблема, это делается человеческими руками. То есть где-то там что-то дрогнуло, где-то там кто-то позвонил, где-то отвлекли. Еще, ну, что немаловажно, этих итераций мы с человеком, да, их три штуки в ПЦР. Здесь одна, когда вы делаете забор, их больше нет. Соответственно, ошибиться шанс меньше. Так, так, подожди, давай еще раз. Что значит одна? Когда я ткнул себе здесь в нос, это единственный шанс человеческого фактора, его больше нет. С ПЦРом я сначала ткнул себе в нос, ну, или мне ткнули в нос, раз. Потом это надо довести, два. После этого это надо правильно опустить в прибор, три. И так-то четыре, после этого это еще нужно правильно амплифицировать, то есть сам ПЦР провести правильно. Если он проведен неправильно, то бог его знает, что получится. И плюсом это все равно отчасти интерпретационная величина. То есть это все равно на усмотрение человека, который его делает, да или нет? Ну да, на самом деле человеческий фактор при взятии ПЦР, да, эта тема на самом неизвестна. Ну подожди, но здесь же я тоже беру, значит, я тоже могу быть неправ и сделать что-то неправильное. В четыре раза меньше случаев, где ты можешь быть неправ, это во-первых. А во-вторых, тест не просто так сделан для самотестирования, он работает с дужки носа. Соответственно, то, насколько глубоко ты залез себе палочкой, а ты себя любишь, ты глубоко себе не полезешь. Да, это у ПЦР очень больно и неприятно. Вот, скорее неприятно, чем больно, да. Ну, как-то не хочется. А еще, насколько я знаю, в некоторых поликлиниках ПЦР делают вообще маканием сначала в носоглотку, а потом маканием в горло. Это тоже очень странная штука, не очень ее понимают, честно говоря. Но в любом случае здесь можно ошибиться гораздо больше раз. Хорошо, подожди, ты говоришь постоянно, что нос и горло, да, это мы все знаем. А здесь что, не надо? Ноздря, ноздря. Да, вот, то есть, пол ногтя. Ну, вот на пол ногтя буквально занести это в нос, вот так вот провести с два раза и все. И все? Да. И это покажет? Да. Подожди, а зачем нам туда пихают просто до мозгов? Потому что ПЦР это ПЦР. Чтобы переделать ПЦР-тест-систему, чтобы переделать анализатор ПЦРа, нужно очень много усилий и средств. Самое главное, что это не автономная вот такая штучка, вот на картинке можно увидеть, да, это вот тест-кассета и все. То есть, грубо говоря, ты ее сделал, ты ее выкинул, ее переделали, ты ее опять сделал, ты ее выкинул. А для ПЦРа нужны многомиллионные аппараты, которые это делают. И если в нем произойдет какое-то изменение, его нужно заново регистрировать, старый нужно продавать, новый нужно покупать. Это очень тяжело для бизнеса лабораторного. Так, ребята, всем здравствуйте. Люда появилась. Люда, здравствуй, тебе тоже. Лена, привет, закажу я тест-новинку. Теперь я все могу, хоть куда могу поехать, быстро тест-тест я покажу. Стихи начали писать. Так, смотри, у меня ПЦР больницы был отрицательный, а тест покажал положительный. И у меня и у всей семьи, согласен с тобой. Значит, тут тебе, ну, не могу я не пройти в комментарии, Агат пишет, этому мужчине нужно в кино сниматься или быть моделью Хьюго Бокс. Да, красавчик, пишет тебе. Ну, короче, задумывайся. Роман Реткин сегодня с нами, или давайте так, Роман Игоревич Реткин, ребята, глава отдела продукта, который представляет сегодня компанию White Product. То есть, по сути дела, давайте разбираться. Биосенсор – это южнокорейский бренд, который входит в топ-2 мировых лидеров по производству продукции для быстрого определения коронавирусной инфекции, а White Product – это эксклюзивный поставщик из Южной Кореи в Россию. То есть, больше никто это не делает официально, эксклюзивно только White Product. Поэтому хотите оригинальной продукции, хотите не ошибиться, хотите иметь стопроцентную подтвержденность того или иного фактора, отрицательного или положительного, вот, ребята, прямо сейчас на Озоне есть скидка, ну, там, почти в полтысячи рублей. Все равно цена, конечно, ну, великовато, безусловно, великовато для единого теста. Поэтому хочу твое мнение. Что для тебя экспресс-тест? Ну, вот, например, да, я не пойду туда, я вот дома встал, чувствую себя плохо, я, например, сделал его и… Это как вопрос о религии, на самом деле. Для каждого, наверное, свое. Здесь смысл скорее в том, что экспресс-тест – это некое спокойствие для человека, для государства, для компании – это какие-то гарантии. А для человека, для одного – это понимание того, что он не болеет, ему не нужно предпринимать какие-то меры, и что его семья в безопасности в той или иной мере сейчас относительно того, что могло бы быть. Я думаю, что для одного человека это вот так работает. Ну, да, да, на самом деле это правда. Все, так, ребята, последний комментарий, потому что многие пишут, а мне он напоминает аквамена, и все начали сразу говорить, ты похож на аквамена. Это про тебя? Да, да, конечно, про меня, да. А я рыбка, которая реально там летала, плавала. Так, хорошо, друзья, значит, давайте тогда разговаривать. Значит, что мы с вами уже услышали за эти, там, 15 минут разговора? Что тест показывает 100% верный результат, да? Да, да, что не надо далеко засовывать себе в глотку или далеко в нос. Достаточно тоже, ну, здесь, где крыло носа, да? За сколько там, за 10-15 минут? Правильно сказать, что до 15 минут. Реально результат увидеть можно и за минуту, и за дряду. Ну, давай буквально минут через 5-7, наверное, попробуем. Ну, может через 10. А может через 10 попробовать. Но обязательно проверим тест, увидим, как это работает, насколько это сложно, нужны какие-то дополнительные инструкции, или в принципе, потому что я знаю, там, надо какую-то баночку положить. Да, некоторых это пугает. Ой, я же делаю что-то неправильно, лучше я не буду. Лучше я пойду или вызову врача. Ну, такие люди, наверное, умеют готовить чай, поэтому они справятся и с экспресс-тестом. Ты думаешь? Я думаю, разница небольшой. Так все мне готовить чай. Что-то в жидкость нужно опустить, просто и чуть-чуть подержать, а потом убрать. Да, хорошо. Значит, когда же наступят лучшие времена без болезней и вирусов? Ну, это, конечно, тоже философский вопрос. Ну, наверное, без болезней и вирусов никогда не наступят. А ну и к лучшему. Вполне возможно, да, потому что, да, везде есть определенная гармония. Скажи, вот какой вопрос. По поводу, ребята, омикрона. И смотри, с этим тестом, ну, то есть я знаю, что он появился достаточно быстро, когда появилась, да, вся вот эта ситуация. Но ты понимаешь, эпидемиологическая ситуация, она развивается. У нас появляется новый штамп, штамп, мы, штампы, не штампы. Нет, штампы. Новые штампы, да, появляется. Новая, другая ситуация, новые вирусы. И я хочу, чтобы тест не тот, который два года назад произвели, который на данной стадии. Я хочу, чтобы сейчас, например, вот давайте так говорить открытым языком, омикрон, чтобы он показал омикрон. Ну, давайте я тогда сразу же издалека зайду, чтобы все по полочкам разложилось. Давай, я даже присяду. Да, пожалуй, можно еще чай было бы налить, но чая нет. Как это работает? У вирусов есть несколько белков, то есть есть S-белок и N-белок, про которые мы все знаем. Есть также там E, M. Мы останемся на двух, на спайке и на нуклеокапсиде. Почему? Потому что это два основных белка, на которых делаются вообще все эти системы и вообще все вакцины. Почему выбрали так? Ну, вариант номер один, нуклеокапсид. Это белок, на котором, собственно говоря, мне кажется, это можно даже показать нам. А, пойдем сюда. Давай. Вот на этой вот штучке маленькой, потому что у нас тут, к сожалению, нет вирусика, нуклеокапсид сидит вот здесь, спайк-белок сидит вот здесь. Вот здесь, соответственно, сидит РНК вируса. Это N-белок. На нем, собственно говоря, сделана наша тест-система и Всемирная организация здравоохранения рекомендовала делать именно на нем. А вот спайк-белок, рожок, это то, на ком начали делать тест-систему чуть позже, но гораздо быстрее. Их наплодилось очень много. Сейчас рынок этим перенасыщен. И большинство из них сделано именно на этом белке. В чем здесь трагедия, в чем вся драматургия этой ситуации? В том, что семейство вирусов, N-ков, SARS-2, в общем, коронавируса, B11, все это семейство не обладает мутациями в N-белке вообще. Они вообще не мутировали в РНК. А вот в спайк-белке, ВЭС, в рожочке, там мутации под сотню. Поэтому старые, ну, старые это системы, новые это системы, сделанные на спайке, они ситуационные. Они будут работать месяц 2, 3, 4. Это все. А в нашем случае это было сделано дольше, но эффективнее, потому что мутации в РНК это более сложный процесс. Я попробую привести пример на человеке. То есть, когда в наследственности меняется такая мелкая вещь, как, например, цвет волос или как цвет глаз, это довольно обычное явление. А вот когда, например, третья коленная чашечка вырастает, а вот это уже цепочка, изменение именно цепочки ДНК, только не РНК, это довольно долго. То есть, ну, у меня нет знакомых, у которых было бы три коленных чашечки, например. Да, пока нет. Да, как-то бог милого, на самом деле. Ну вот. И суть в том, что именно из-за этого мы в состоянии выявлять вообще что угодно. Любой штамм коронавируса, существующий на данный момент, мы можем выявить. Это связано прежде всего с этим. А еще, чтобы, ну, не быть голословным, да, потому что это вроде как голая теория, проводятся исследования регулярно производителям, и нами в том числе тоже, на тему того, как это работает с разными штаммами вируса. И штаммы вируса, на самом деле, их вот, ну, в Википедии их там 11-12, да, то есть там Omicron последний. Вот на самом деле он ни разу не последний, просто это последний из раскрученных медиа, скажем так, да, ну и он действительно намного эффективнее того, что было. То есть он действительно в какой-то мере, наверное, пугающий. Все эти штаммы, ну, производитель проверял в ноябре. То есть еще в ноябре, это уже было известно, что все работает точно так же. А также он проверяет наперед все штаммы, которые выявляются, и везет сразу же к себе. Поэтому здесь волноваться даже не стоит. То есть давай еще раз проще. Официально доказано, что Omicron выявляет. Да, можно было просто сказать вот так. Видите, как? Нет, нет, ты хорошо очень говоришь. В принципе, у нас хороший отклик есть. Ребята, да, тоже ставьте лайки, может быть, хотя бы за то, что вы понимаете, о чем мы говорим, за то, что, да, вот сюда вот нужно поставить. О чем мы говорим, о том, что понятно мы говорим. Если что-то непонятно, будете задать вопросы по поводу того, что мы представляем. Это сегодня такой сольный экспресс-тест, да, ну, на одного человека. Да. Да, на одного человека. Все можно почитать здесь подробнее. Сейчас скидки, нет, он реально, он реально где-то около 3,5 тысяч рублей стоит. Я его покупал где-то, наверное, в декабре или после нашего стрима, что после ноября, я не помню. Ну, сейчас 2,980, не могу сказать, что большая скидка, но тоже полтысячи рублей. Но, если честно, мое мнение, я вот, если брать экспресс-тест, то только вот это. Ну, это просто от меня, не потому, что даже ты приехал. Хотя, первый раз я познакомился именно вот с этим брендом. Именно с этим брендом, когда родители заболели. Я сразу им купил, прям, ну, правда, не через Озон, каюсь, но на него было срочно. Они заболели, я прям через 2 часа привез его, значит, курьер. Поэтому я в нем действительно уверен. Но хочу тебя спросить вот о чем. Значит, смотри, это помогает от COVID-19. Друзья, ну, что значит помогает? Это помогает определить, что с вами. Ну, а вот определите вы на 100%. Вот это важно. То есть, если вы сомневаетесь, COVID-19, не COVID-19, если тесты, как, например, экспресс-тест в поликлинике показал отрицательный, пациентоположительный или наоборот, то, ребята, вот та капелька, которая точно скажет, да или нет. А дальше уже будете принимать меры. Этого бояться не надо. Но чем раньше вы это определите, чем проще, спокойнее вы успокоитесь внутренне, вы сделаете все условия для того, чтобы оградить себя от лишних людей посторонних. Но если вы уже в семье, тоже будете профилактироваться и так далее. Вот, смотрите, по поводу официальности. Мы говорим, что официально признано, что да, Всемирная организация здравоохранения, да, но я же потом не могу с этим экспресс-тестом поехать за границу или официально показать работодателю, что я болею, да, вот этот момент. Насчет работодателя, это зависит от ваших отношений, наверное, с работодателем. Потому что просто сфотографировать, что смотрите, у меня вот так. Я думаю, что сейчас уже пришло то время, когда работодатели поняли, что когда человек с ковидом придет на работу, ну, тебе же хуже, если он пришел на работу, потому что завтра трое не придут, а послезавтра семеро. А потом можно будет просто закрываться. Ну, это да. Это да. Поэтому с работодателем, я думаю, такой проблемы вообще не присутствует. С выездом за границу немножко другая ситуация, да, я согласен. Потому что для выезда за границу нужен не факт того, что у вас нет ковида и не факт того, что вы привиты, а бумажка. А бумажку сам себе не выпишешь. Здесь, к сожалению, да, ничего с этим не сделаешь, покуда у нас в государстве немножко не изменится подход к скоростестированию, да, это только для себя и до адекватного работодателя, наверное. Вот так вот. Вот так, да, все понятно, да, по поводу официальности мы говорим с вами. Скажи, есть какие-то, может быть, противопоказания? Я не могу себе представить, по какой причине человеку нельзя провестись по дужке носа ватной палочкой. Ну, то есть, это как противопоказание против, ну, умывания по утрам. Не вижу ни единой причины. Так, давайте вот что еще. На самом деле, это вопрос, который я просто хочу для себя узнать. Смотри, я чувствую, что я начал, ну, предположим, тьфу-тьфу-тьфу, да, я не хочу про себя говорить. Человек чувствует, что он начинает заболевать. Начни на мне. Нет. Человек чувствует, вот там он стоит, человек чувствует, что начинает заболевать. Вот сегодня чувствует себя. Сразу тест сделать, это эффективно? Если человек уже чувствует симптоматику какую-то, да, про предел обнаружения мы с вами, кстати, не договорили, так что я про него, наверное, договорю. Что вообще такое предел обнаружения? Это минимальная концентрация вещества из комового в образце, при которой тест сработает. То есть, это для тест-систем жутко важно. То есть, почему-то в России все мчатся, производители, поставщики, за тем, чтобы у них цифра именно на чувствительность, на точность была максимальная, 100%. Но то, на чем они это показывают, на какой концентрации, они почему-то не рассказывают. А если рассказывают, то там очень драматичные цифры. Если мы переведем это в копийность, да, количество копий вируса на, там, миллилитр крови, грубо говоря, я сейчас буду утрировать. Давай. Но в нашем случае это от 1 до 10, то есть, количество копий в 1 миллилитре, чтобы тест сработал, это от 1 до 10 вирусов. Вирус ультрамаленький, он очень маленький. Для сравнения, у одного из самых популярных брендов, о конкурентах либо хорошо, либо никак, поэтому не буду называть, у одного из самых популярных брендов, собственно говоря, это 10 в восьмой степени. Да ты что! То есть, разница огромная, просто титаническая. Да ты что! И у них, да, хорошая чувствительность, при этом очень хорошая. Соответственно... Ах, вот оно что! Вся логика в том, что у многих производителей это работает так, что пациент, ну, скорее мертв, чем жив, но ему можно сказать, что он, возможно, чем-то заболел. Там это уже не важно, там уже и так все понятно. Слушай, подожди, так это вообще... Сейчас, ребята, вы понимаете, да, о чем мы говорим? Так по мне, это вообще самое главное, что есть в этом тесте. Именно. Слушай, это ты через 25 минут не сказал, понимаешь? Так, стоп, давай так, чтобы я еще понял, да. То есть, смотри, есть тесты, которые распиарены, их очень много, они там стоят полторы-две тысячи рублей, ну, короче, дешевле, чем этот тест, да. И там написано, что 100% чувствительность. Но она определяется, когда концентрация вируса в твоем организме такая, что ежу понятно, что ты заболел. Патологоанатому, скорее всего, уже... Да, а именно южнокорейский бренд Биосенсор, да, сделал так, чтобы вот в минимальное количество, вот что-то там появилось, вот одного-то десяти, ты говоришь, ну, не знаю, в каких единицах вы выберете. Копии есть, это копии, штучки. Штучки, да, уже от одной до десяти, чуть-чуть есть, там, например, две копии, и все равно этот тест уже покажешь. Да, да, да. Ребята, вот теперь я понимаю. Так, ребята, вы поняли эту идею? Мне кажется, что она действительно понятная, внятная, адекватная и просто необходимая. То есть проще всего эту мысль по-другому озвучить так, что очень многие говорят, что с первого дня появление симптомов, с первого дня после контакта. Ну, вот это правда работает, с первого дня появления симптомов, с первого дня после контакта. А вот про остальных не могу так сказать. Я понял тебя. Так, смотрите, значит, сколько тестов упаковки. Ну, ребят, конкретно здесь один, хотя на самом деле у White Product, если вы дальше, например, проводите по ссылке, ну, давайте я вам покажу. Я просто, ну, знаю эту технологию, знаю компанию, они предлагают, вот, видите, да, ну, например, сейчас, где у нас, да, вот, посмотрим. То есть здесь уже есть различные... Что-то у меня... Здесь? Нет, подождите, куда-то я ушел. В общем, вбейте интернет, там есть и на 3, полнота, и на 5, и на 20, по-моему, да, экспресс-тестов. Конкретно такие идут в комплектации только на одну штуку, то есть именно на совой. В чем здесь логика? В том, что в нашем понимании, да, в нашем мировоззрении, это нужно, чтобы взять с собой. Коробку на 25 с собой не потащишь. Скажи мне, пишется, что это новинка? Что это новинка? То есть, грубо говоря, то, что было там в июне 21 года, и сейчас, это разные тесты? Сложно, ну, да, это разные тесты. Разный способ забора, да, наверное, они очень сильно отличаются. Логика в том, что технология одна и та же, и производитель один и тот же, и реагенты-то он использует те же самые. То есть, оно все работает хорошо, разница только в исполнении. Ну, то есть, в исполнении техническом, с точки зрения, маленький тампончик, соответственно, бухер другой. Ну, то есть, именно вот сами реагенты для вируса, они те же самые. Так, друзья мои, так-так-так-так-так-так-так-так, получается, Юра пишет, что тест не показал, а в больнице потом показал омикрон. Вот, что могло произойти не так? У меня к Юре столько вопросов сейчас. Что ему конкретно в больнице омикрон показало? Чем, Юра? Какой тест? Такие тесты есть? Я просто, я, честно, я вроде эпидемиолог, я не в курсе, что такие тесты есть. Не, ну, подожди, говорят же, что в России заболело там 1700 омикроном. Для того, чтобы это сделать, нужно взять у человека ПЦР, подтвердить, прежде всего, подтвердить, что у него есть ковид, взять у него у несчастного еще один мазок и генотипировать. А для этого должен быть отдельный набор для генотипирования, отдельный набор, соответственно, отдельная установка для генотипирования и отдельный человек для генотипирования. Соответственно, если Юре так повезло, что за ним так ухаживали в больнице, я за него безумно рад и готов поверить в его историю, но подозреваю, что дело не в этом. Какой ты агрессивный! Так, Юр, ну пока ничего не могу сказать, что-то напишешь, но дальше как-то продолжим дискуссию. Я предлагаю так, значит, пол эфира прошло, давай откроем, давай покажем, как и давай все-таки сделаем этот тест. Сам в этот раз будешь? Да, да, Игорь. Так, смотри, значит, вот так вот приходит, да, запакованный, это фирменная пломба, биосенсор, все, что ничего не вскрыто. Так, значит, открываем его, смотрим, что же у нас тут внутри. Сейчас. Итак, здесь у нас внутри, это, видимо, инструкция, здесь нарисовано, по-моему, да, как брать, если что-то вдруг непонятно. Все на русском языке, все внятно и четко понятно. Значит, ребят, рекомендуем руки помыть, но специально перед сегодняшним стримом мы это обработали, все сделали, хотя, конечно, можно было бы еще чем-нибудь обработать. А, вот у меня есть здесь средства, есть здесь средства, немножко нальем, обработаем на всякий случай. Скажи, нужно ли как перчатки, может быть, одевать? Если хочется, можно, всегда хорошо, если не хочется, то это не обязательно. Кстати, у вас и перчатки есть? Да, конечно. А я помню, в прошлый раз они вызвали довольно-таки фурор. Фурор, ну реально классные, сколько там, 10 штук здесь в упаковке разных размеров, разных цветов. Ты оцениваешь свои ручки, как маленькие или как средние? Так, знаешь что, не на прямом эфире, средние, а маленькие, средние ручки. Держи. А ты все-таки хочешь мне дать, да? Ну да. Розовые, отлично, я очень рад, спасибо тебе большое. Так, одну перчатку я достал. Ты же одной рукой это будешь делать? Да. Так, правильно одевают хоть. Одевают. Ром. Есть правильная технология одевания перчаток? Ну, наверняка есть, кто-то очень быстро надевает. Мне кажется, это запатентовать нужно, это всегда так сложно. Это всегда так, потому что, знаешь, ну хотя нет, здесь хоть и варен достаточно просто. Все, надели перчатки. Надели перчатки. Их можно потом просто как в доме использовать? Ну, конечно, это же перчатки. Не, ну вдруг они медицинские стерильные там. Ну, они уже больше не будут стерильными, если ты пол с ними помоешь, но использовать можно. Так, окей, значит, что здесь есть еще у нас? Непосредственно тест, да? Сама палочка. Это тест-кассет, которая в вакууме. Вот такая вот палочка, которая попадет. Крылышко носа. Это буферная жидкость. Буферная жидкость. И это... Пакетик для утилизации. Пакетик для утилизации, да? Соответственно, провели тест и в пакетик выбросили. Все, вопрос нет. Все, ребята, дальше начинаем скрывать. Я сказал, что я сам это сделаю, да? Хорошо. Скажи мне, есть как последствия вскрытия? Сначала кассету. Вот эту. Значит, сначала кассету. Вскрываем. Вскроем кассету. Пойдем кассету на горизонтальную поверхность. Секундочку. Здесь перчатки получше. Так, кладем кассету на горизонтальную поверхность. Ну, например, урянки вот здесь будет видно? Да, вот сюда вот. Я сразу же объясню, что на кассете нарисовано. Соответственно, буква С русская, это контроль. Это контрольная полоска, которая проявится в любом случае, если тест исправен. Так. А Т, это, соответственно, ковид или не ковид. Понятно. Шмар какой. Фу, волнительно, да? Так, а что-то внутри еще? Сушилка. Так, что такое сушилка? Чтобы влага не накапливалась. А, это просто... Ну, это технический момент, да? Да, да, конечно. Технический момент. Вот такая вот сушилка. Так, хорошо, дальше идем. Так, дальше открываем вот это. Вот это. Вот это. Здесь у нас буферная жидкость. Да, здесь у нас буферная жидкость. Вскрываем ее. Так, буферная жидкость. Спокойненько вытаскивай, ничего не подняйте. Да, ничего не случится. Это колпачок. Соответственно, когда ты отрываешь штучку вот эту наверху из буферной жидкости, опускаешь туда тампончик, крутишь это дело, либо отламываешь, как видишь, на тампоне есть такая, как драпировочка, можешь его сломать просто. Закрываешь это колпачком, покрутил. И вот так потом капнул. Поболтал, да? Да, поболтал. А потом смотри, открыл? А, или прямо? Нет, прям вот так. Это насадка капельник. Прям из нее можно капнуть. Это я вскрою потом, правильно? Да, но когда будешь морально готов. Так, хорошо, ребята, значит, погнали, открываем. Где у нас тут открытие? Переверни, там указано. Спасибо, кстати, это важно, да, указано. Так, вот здесь, да? Открываем. Берем за краешек. Давай я тебе помогу чуть-чуть. Вот эту штучку у тебя уронил. Откроешь. Подержи. Так, в одну ноздрю. В одну ноздрю. Три оборота. Я чуть больше сделаю, можно? Да, ради бога. Я аккуратно. Так, опускаем. До самого, до самого. Можно ломать или не обязательно ломать? Отломывай, если хочешь. Тебе же самому любого. Мне просто интересно. Отломал. Дальше. Капельник поставил. Вот так, да? Так. Получилось? Успех. Забирай. Поболтай. Покрути. А надо вот это закрыть, чтобы в отсюда не выливался. Отсюда и должно выливаться. А, отсюда должно. Кажется, что-то происходит. Серьезно? Как-то ты видишь? И, собственно говоря, теперь капай просто. Так, напряжение у нас. И вот вкругленькое, да? Вкругленькое окошечко сейчас тут. А сколько мотать надо? Достаточно? Достаточно. Просто переворачивай? Переворачивай и с давлением три капли. Но если очень сильно веришь в себя, можешь там до самого верха. Я очень сильно верю в себя. Я хочу, чтобы показал точно. Тогда хватит. Так, утилизируем, правильно? Все это в пакетик обязательно. Так, все, оставляем. Вич, полоска уже пошла. В пакетик я все это убираю сразу. С, напоминаю, это контроль. Это в обязательном порядке появится. А вот Т как раз будет определять. Ну, если у вас в каком-то случае С не появилось, то, наверное, можно это сфотографировать и отправить нам. Но мы обязательно что-нибудь по этому поводу сделаем. Мы вручаемся за нашу продукцию. И такого пока что ни разу не было. Но если вдруг это произойдет. Вам страшно за меня? Или вам вообще не страшно за меня, ребят? Мне, честно говоря, волнительно. Но это правильное волнение. Я считаю, что лучше я сейчас что-нибудь узнаю. Или, по крайней мере, уже сегодня вечером открой бутылочку сока и выпей, скажи, я здоров. Вот на программе на сегодняшний момент. Так, смотрим, что дошло. Дошло до С. Опять же, говорим, что полностью через 15 минут, так официально, в принципе, будет ясно уже. Как это работает, просто нужно понимать. Это лакмусовая бумажка, на которую нанесены реагенты. И, на самом деле, когда через нее впервые проходит жидкость, все немножко обесцвечено. На самом деле, уже сейчас контрольную полоску видно. Просто, скорее всего, на камеру это не видно. Присмотритесь. Нет, уже видно становится. Вот, да. Оно просто занимает какое-то время, чтобы появиться. Не более того. Поэтому правильно немножко подождать, чтобы оно все до конца вкиталось. Слушай, ну, в принципе, уже можно констатировать, что контрольная полоска появилась. Вторая полоска не появляется. Скажи, ну, все-таки есть такие варианты, когда там через... 15 минут подождать. Подождать, да? Если это появилось через 2,5 часа, и после того, как вы это с собой куда-то сносили, это уже не сработало. То есть, это пока вот оно лежит горизонтально, пока прошло 10-15 минут, не более. Все, остальное все я упаковал, выбросил и все. Ребята, экспресс-то спроведен у меня в домашних условиях. Видите, это все достаточно просто. То есть, я открыл, все вскрыл, можно перчатку, не перчатку, в носу несколько раз так вот провел, опустил, взболтал и капнул. Все, делать ничего не надо. Кстати говоря, так как я это делаю аккуратненько, вот реально ребенку, чтобы, например, дома сделать, пришел после сада и после школы, ну, чувствуешь какие-то проблемы. Ну, это просто, понимаешь, каждый раз в стрессе, чуть сопли, непонятно, что делать. Каждый раз бегать в поликлинику, а там, знаешь, в поликлинике какие-то очереди сейчас. Ох, там не только очереди. Там поцепить что-нибудь можно, да. Реально сложно, потом выкручиваться за это, ну, это просто, это, конечно, тоска. Или идти куда-то, сдавать официальный анализ, ну, прям сложно бывает. А бывает ситуация, когда прям из постели-то тяжело, уже температура пошла и так далее, и так далее, и так далее. Здесь еще вопрос в том, что можно вызвать, конечно, медсестру на дом, чтобы сделали анализ на дому, но только результат будет на следующий день, а может через два, тоже не очень удобно. Тоже не очень удобно, а когда нужно быстро, например, чувствуешь себя плохо, но надо обязательно ехать. Понимаешь, надо ехать, или поездка куда-то, или на самолет куда-то, или же, ну, сделал тест спокойно, и это круто. Как минимум не нужно платить за такси. Как минимум не нужно платить за такси, уже сэкономить. Так, ну, смотрите, значит, сейчас скидка у нас во время прямого эфира и есть. Одна штука в коробочке, да. Значит, меня не должно касаться. Ребят, просто читаю ваши комментарии. Типичное получение... Так, 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 так. Ладно, давайте теперь я. По поводу результата отрицательного, положительного, понятно. Я просто себе некоторые вопросы выписал, которые захотелось задать. Чем отличает ПСР от экспресс-теста, мы с тобой поговорили. Нужно ли как-то готовиться к тестированию, или прям, ну, там, не пить, не есть, там, что-нибудь такое. Не стоит ничего заливать себе в нос прям перед этим. И, наверное, не стоит пользоваться сосудовающими средствами прям перед этим. В остальном ничего. Так, хорошо. Значит, ребята, смотрите, что мы с вами получаем. Бренд из Южной Кореи. Одно из главных преимуществ – это сильная научная база. Я специально себе выписал, потому что хотел систематизировать. В Южной Корее топ-2, почему и как далее. Быстро реагирует на изменения в эпидемиологической ситуации. Проводит необходимые исследования, чтобы сделать свой продукт актуальным и рабочим в новых реалиях. Омикрон-тест, если есть такой вопрос. Да, он определяет омикрон-тест. Итак. Тест для самотестирования. Можно делать самостоятельно в любом месте, в любое время, любым возрастом. Можно делать самостоятельно. Можно помочь делать это ребенку. Тест работает уже. Но ты говоришь, конечно, с первых дней болезни. Но я бы все-таки, может быть, подождал денек. Так что наверняка. Как ты думаешь? Это по ощущениям. Люди ведь не просто так на самом деле тест делают. То есть нет такого, что захотелось. Это же всегда что-то этому предшествует. Пообщался с кем-то, кто заболел в итоге. Плохо себя чувствуешь. То есть причин может быть множество. Поэтому если кажется, что надо сделать, значит надо сделать. Согласен. Компания входит в топ-2 сильнейших производителей тест-систем для борьбы с коронавирусной инфекцией. Продукция BioSensor одобрена управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. ExpressTest вошел в рекомендованный список систем диагностики Всемирной организации здравоохранения. На данный момент мы разговариваем с представителем компании White Product, официальным и эксклюзивным поставщиком тестов BioSensor на российский рынок. По поводу... Слушай, а мне кстати интересно, если вы официально-эксклюзивный, ну окей, ВОЗ ладно, но они где-то далеко. У нас есть наш Роспотребнадзор, который тоже должен поставить какой-то... К счастью или к сожалению, Роспотребнадзор нас не касается. Росздравнадзор. А, Росздравнадзор, окей. Росздравнадзор, да. Как он относится к этому? Существует способ сертификации медицинских изделий, к которому, собственно говоря, относятся и данные тест-системы. Он называется регистрационное удостоверение российского здравнадзора. У нас есть вся необходимая документация, то бишь РУ. Для того, чтобы это РУ получить, нужно провести токсикологические исследования, клинические исследования, технические исследования. В общем, полный комплект. Это, конечно же, все получено. Хорошо. Так, ребят, какие у вас есть вопросы? Значит, всем спасибо, не болейте. Вот Света говорит, не тратите деньги, лучше потратите время на фрукты, например, или врача вызовите. Вот такое вот мнение есть. Да, наверное, вызвать врача это логично, если вы плохо себя чувствуете в любом случае. Но здесь ведь вопрос не в этом. Врач ведь вам тоже ничего не скажет. То есть, ответы на вопрос, а у меня ковид или нет, у меня близкие сейчас как бы в зоне риска. Кстати, по закону человек должен уходить на самоизоляцию на неделю сейчас, если он контактный. Если он этого не делает, то чисто теоретически может приобрететь что-то типа штрафа. Серьезно? Да, конечно, пока по этому подписываю. Ой, слушайте, я в скольких местах на самом деле присутствую, работаю, и мне кажется сейчас... Ну, кстати, как вы? Вот скажите мне, пожалуйста, коронавирус, все это понятно, но сейчас бытует мнение, что уже да отстаньте уже, все это ерунда, это теперь болеем как грипп, вообще никто не обращает внимания. У кого-то родственники болеют, они идут на работу, они не обращают на это внимания, чуть плохо себя чувствуют, ой, да ладно, все переболеем, вот такое мнение. У вас какое мнение? Вот мне правда интересно, нас смотрят порядка тысячи человек, ребят, напишите, поделитесь статистикой, вот среди моих знакомых, ну вот многие так относятся. Я, честно говоря, нет, я очень прошу, кто со мной приходит, шмыгает носом, я себя плохо чувствую, я говорю, ну сядь ты дома, ну дома можно работать, я мнительный человек, нервный, мнительный человек. Вот скажи, ты как это относишься к этому? Наверное, в этом есть доля правды, все сейчас не так пугающе, как раньше, в силу привычки, в силу изменения зоны комфорта, в силу изменения отношения, принимаемых мер, вакцинация появилась, там много чего появилось, но больницы-то полные. Как были, так и остались. Ну, говорят, что госпитализации меньше с омикроном. Ну, насколько мне известно, сейчас идет обратное развертывание того, что было свернуто после начала пандемии. А почему нас не прикрывают? Не прикрывают? Да, например, не делают там школу, не переводят на дистант, ну так только локально как-то, работодатели работают, ничего не закрывается. То есть, когда закрывали, было 20 тысяч заболевших, а сейчас по 120 тысяч ежедневно. Ну, это вопрос такой, из категории уже политики, социологии и тому подобного. Мы сейчас можем за счет нашего эфирного времени, конечно, это обсудить, но... Две минуты просто, ну просто твое мнение. А потому что больше уже нет возможности, нет сил. То есть, объективно, я могу судить там по своим близким, по знакомым. Дети на удаленке учатся плохо. Некоторые люди не готовы работать на удаленке, а завод как на удаленке должен работать. Вообще, в принципе, непонятно. То есть, я же не могу через компьютер в цеху что-то делать руками, правильно? Поэтому все равно все вынуждены что-то как-то по этому поводу делать. К слову, нужно сказать пару теплых слов вообще в принципе о некоторых заводах российских и крупных вообще производящих компаниях. Они используют экспресс-системы на всех работниках. То есть, поголовно каждого на входе. То есть, если ты пришел с ковидом, ты отправляешься обратно. Ты идешь домой на две недели. Уж извините. Но это крутая ответственность руководителя, забота о своих. Это все-таки не дешево. Это важно, я считаю. Но это прям круто. Ну, кажется, мы уже на том этапе пандемии. Просто когда именно бизнес начал понимать, что да, потери от того, что люди заболевают, от пандемии, они выше, чем расходы на сохранение здоровья сотрудников. Так, уважать себя и уважать людей вокруг Рустам призывает по поводу этого мнения. Это вопрос Минтруда, Андрей считает. Больничные дадут, когда ПЦР положительный придет, а до этого ходи на работу. Это неправда. В соответствии с временными методическими рекомендациями Минздрава Российской Федерации номер 14, положительный экспресс-тест является полным аналогом ПЦР-теста. Никакой разницы. Поэтому больничные дадут и так, и всяко. Вот так, Люд, ты посмотри. У меня мнение, что надо сидеть дома, но больничные давать не хотят. Марта написала. Какая неоднозначная ситуация. Так, никто не сидит, все ходят, написала Люда. Врачи бесплатно не работают, читает Андрей. Ну и так далее. Смотрим. Так, смотрите. По поводу, опять появились вопросы по поводу точности. Екатерина П. спрашивает, какая точность теста, и тут Ольга подтвердила, Екатерина, сказали 90%. 100%. Я не знаю, где Ольга это услышала, но 100%. Давайте еще раз немножко подытожим. В принципе, 45 минут мы поговорили, 15 минут. Сейчас, ребят, пройдем еще от начала до конца. Что за тест, какая чувствительность, какая специфичность, как он создан, что это за система, насколько он удобен, безопасен. Что это за экспресс-тест для определения COVID-19 в домашних условиях. Причем, это новинка, определяющая все действующие на данный момент штаммы. Комфортно для детей и взрослых. Ну, вот, в принципе, все основное здесь написано. Это новинка. Так, давай тогда. Значит, компания Биосенсор. Южная Корея, да? Компания СД Биосенсор первая. Компания-производитель экспресс-тестов в мире, которая получила рекомендацию Всемирной организации здравоохранения, ну, собственно говоря, как достоверный поставщик тест-систем на выявление COVID-19. Это первое. Второе. СД Биосенсор проводит огромное количество собственных исследований, собственных же продуктов на новых штаммах, на вариациях, на всех семействах COVID-19, которые есть, например. То есть это гораздо больше, чем то, что в Википедии написано. Это два. Три. Это тест для самотестирования. Это не тест для инвитро-диагностики. Обращайте внимание на упаковки. На упаковках это всегда пишется, потому что это обязательно. Это можно сделать самому. Только не как это написано обычно бывает. Инвитро. Но вы вроде и сами можете сделать. А это правда можно сделать самому. Здесь все сделано для того, чтобы у вас все получилось. А это что? Написано «Хонте», значит я могу это делать дома самостоятельно. Да. То есть если написано «Хонте», значит никакого… И если уж так вышло, что вы все-таки что-то купили, посмотрите в инструкцию. В инструкции обязательно будет написано для инвитро-диагностики это или для самотестирования. Самотестирование не исключает инвитро-диагностику, а вот инвитро-диагностику исключает самотестирование. Понятно. Скажи, я вот сейчас просто начал срезать коробочку, что это за штучка такая? Здесь же написано. Ну, это что по-английски? А, это подставочка. То есть когда мы с тобой делали тестик, когда вот я тебе держал буферную жидкость, ты можешь просто пробить это этой буферной жидкостью, и это будет послужить тебе подставкой. А, вот написано. Fixed Solution Tube. Ponga el tubo en el pacueta. И еще на других языках. Понятно, вот теперь понятно. Так, хорошо. Дальше. Чувствительность тест-системы 100%. 100%. Это значит, что в том случае, когда ПЦР выявляет у вас COVID, у вас эта тест-система тоже выявляет COVID. В 100% случаев. Скажи, а если не выявил… Вот смотри, давайте констатируем вот этот факт. Вот мой экспресс-тест. Прошло в принципе 15 минут практически. Можно констатировать, что на данный момент COVID нет. А если бы было две полоски, то 100% есть, а если второй полоски нет, то 100% нет. Да. Никаких других вариантов. Да, да. Ульяна, ты рада? С каким человеком работаешь? Ну, дай бог. Слушай, я еще передаю, пожалуйста, Южной Корее, еще бы классно сделать самоопределение уровня антител. Это было бы круто. Я бы посмотрел, например, у тебя там столько-то антител, и мне понятно, что дальше делать. Ты будешь смеяться, но он у нас есть. Серьезно? Определение уровня антител? Да, да. Класс. Я реально хочу. Знаешь, вроде как переболел, не сделал тест, непонятно, переболел, не переболел. Через 2-3 недели хочется понять, что в твоем организме. Ты защищен, реально у тебя есть антитела, или надо делать ревакцинацию, и так далее, и так далее. О, мы сейчас останемся поговорим, ребята. После 19 часов мы еще немножко поговорим. Так, хорошо. Самоопределение теста. Значит, и здесь, в этот раз, сделано все гораздо безопаснее и комфортнее, да? Для самого человека. Да, это сделано для клиента уже. Это сделано не для медработника, которому, в принципе, без разницы. Это сделано для комфорта самого испытуемого пациента. В этом весь смысл. И еще раз пройдем. Ребята, кто подсоединяется, тоже важная информация по поводу того, в какой концентрации он определяет, ковид или не ковид. Предел обнаружения. Да, предел обнаружения. Пресловутые. Предел обнаружения работает следующим образом. Это минимальное количество образцов вирусов, биообразцов, при которых тест-система сработает. Классическим показателем этого будет являться 10 в третьей, 10 в четвертой степени. В нашем случае это 10 без степени. То есть, степени просто нет. Ну, 10, то есть, от 1 до 10 вирусов, грубо говоря, да, то есть, копии вирусов, биообразцов, мы это найдем. Данная эта система сработает. У конкурентов обычно это 10 все-таки в какой-то степени. Вот так вот. И вот это главный вопрос. Главный момент, на который, наверное, хочу обратить внимание. Многие пишут 100% чувствительности. И я, когда прихожу в магазин, ну, извини, мы же все-таки не слепые. За 900 рублей, за 1500 рублей, за 2000 рублей. Странно согласен. Да, но вот тут вот есть единственный момент. Что тот, который там за 1000 или 1500 рублей, даже, кстати говоря, известный бренд, которые сейчас очень сильно распиарены, но у них концентрация ковида в вашем организме должна быть, ну, не знаю, когда уже ребенок скажет, что что-то с вами не в порядке, давайте-ка уже не вставайте с постели. Понимаете, да? А здесь нет. И здесь весь смысл себестоимости именно в этом и заключается. Что чем больше нанесено, чем дольше выводили эти реагенты, которые в итоге попали на эту тест-кассету, тем дороже она будет стоить, очевидно. Потому что если это поверхностный труд, то это, ну, не так уж и дорого получается и в производство, и в продажу. А если над этим работать дольше, как оно часто и бывает, что лучше, то и дороже. Ну да, да. Так, начали тут спрашивать уже, почему-то Светлану все спрашивают про поводы ревакцинации и так далее. Свет, может быть, вы врач, почему-то у нас в чате, знаешь, такая уже внутренняя пошла, онлайн общение, спрашивают при ревакцинации и так далее, и так далее. Кстати, как твое мнение? Про ревакцинацию? Да и просто про ревакцинацию, про ревакцинацию. Так я ревакцинированный. Да? Сколько раз один? Дважды. Дважды уже? Все нормально? Да, пока живой. Ни разу не болел. Да, это, кстати говоря, тьфу-тьфу-тьфу-тьфу, знаешь, не будем в прямом эфире говорить, но Рома из тех людей, которые ни разу не болел ковидом. Хотя работал, как мы с тобой перед началом эфира переговорили, в самом начале, санитаром в ковидной больнице. Тоже было. Представляете, как? Вот-вот сель-авис, а кто-то часто болеет. У меня, например, знакомый фельдшер, который работает на скорой помощи, слушай, у них там, ну, знаешь, там, раз в два месяца стабильно, они уже не обращают внимания. Ну, в два месяца перебор, ну, да, там очень много болей. Ну, грубо говоря, там прям такой поток, поток, поток. Там уже шестой раз может у некоторых идти. Никит, вот еще раз, да, чем этот тест лучше тестов за полторы-две тысячи рублей? Вот услышь нас, да, по поводу специфичности, по поводу… Да, простым языком, с первого дня, вот как почувствовал, что что-то не так, он выявит, другой не выявит. И это не просто слова, есть доказательная база. Если хочется, можно зайти и все это почитать, все описания, инструкции, регистрационные удостоверения, исследования, все приложены. Да, ну и, конечно, это надежный бренд, который на данный момент входит в абсолютные лидеры, мировые лидеры по определению коронавирусной инфекции, по созданию тест-систем, которые рекомендованы в Северной организации здравоохранения. Ну, вот поэтому и цена, ребят, поэтому и цена, зато вы купили, точно знаете, 100%. Причем я все-таки настаиваю на том, чтобы он был у вас, вы знаете, просто был. Вот вы его купили один раз, пускай он будет с вами, пускай он ездит с вами, особенно если вас в поездках накроет, ну прям вообще печаль. У омикрона есть еще одна противная черта, то есть сейчас у детей появляются кожные высыпания какие-то от омикрона, это уже доказанный факт. А вот это уже сложно, потому что на пятилетнем ребенке, сколько вариантов, что на нем красные пятна, что это может быть, да вообще что угодно. Что миллионное. Крапивница это может быть, у кого-то так даже ветрянка может начинаться. То есть и сейчас, так как гуляет омикроны, это, ну, дети, да, то, наверное, хотя бы что-то исключить заранее, чтобы понимать, какая должна быть терапия. Это важно, потому что очень многие сейчас, ну, примерно понимают, что как лечить, то есть чем диатез лечится, да, грубо говоря, понимают. А вот если ковид начать лечить кремушком, которым лечат диатез, наверное, выйдет не очень. Ох, 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 ребят, сколько тонкостей, сколько моментов, сколько проблем. Давай главный вопрос. Будешь делать тест сейчас? Ну давай. Давай, давайте, ребят, давайте сделаем. Давайте, накидайте нам лайков еще немножко, и тогда Роман Игоревич все-таки сделает тест, потому что я проверился, и это будет честно, чтобы мы сейчас сразу, значит, посмотри. Еще раз, ребята, смотрим, как что, значит, инструкция, сама лента, палочка, который определяем. Тампон. Тампон на палочке. Просто тампон. А, просто тампон, хорошо. Тампон на палочке это что-то другое. Да, ну, хорошо, палочка, тампон. Ну, тебе виднее, ты в этом профессионал. Так, смотри, что делать. Насколько это быстро все происходит? Так как ты обратил внимание, то есть вот эту вот штуку, его вот так вот проводят просто. Ну, конечно, это удобно. Никакая помощь не нужна. Я проверял, справишься с этой или нет? Значит, жидкость, которую будет определять, лапачок у нас вот здесь я тоже покажу рядышком, которому закроем и поболтаем. Сейчас открывает Рома кассету. Кладем на горизонтальную поверхность. Да, это очень важно, она должна быть в абсолютно горизонтальном состоянии. Это не потому, что это какая-то высокая технология, просто жидкость просто стекает. Если вы ее положите вот так, то жидкость не будет стекать. А, понятно. То есть все довольно тривиально. Да, все довольно просто. Так, вскрываешь. Тебе я говорил делать не так, потому что ты делал на весу. Да, 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 здесь так. Тоже вскрывается только со стороны. Да, важно не трогать, а тампончик. То есть поэтому и вскрываем сверху. Несколько оборотов, причем недалеко, вот здесь у крылышка носа. Этого будет достаточно. Достаточно. Не портите тест, а дайте победителю просто луиферы. Крутой спикер, хочется доверять производителю очень качественной экспертной подачи. Катя, я абсолютно с тобой согласен. На самом деле тоже слушаю и понимаю. Я понимаю необходимость, понимаю уровень, понимаешь, что я знаю, за что я плачу. Вот это самое важное. Так, немножко болтаем. Что-то я плохо как-то воткну. Немножко болтаем. Все, достаточно думать? Да, конечно. Так, капаешь. Ну, можно дополнить, тут две-три капли не дополнить. Да, то, что образец пенится, это нормально. А у меня не пенился? Ну, тоже ничего. Плохо помотал. Серьезно? Да нет, на самом деле нет, у кого как. Это абсолютно ситуационная штука, здесь каких-то предпоказаний, скажем так, нет. Пошла реакция, я еще раз показываю свой тест. Можно выкладывать прямо официально. Ты дождись моего теста, а потом поговорим. Да, слушай, это, конечно, волнительно у нас немножко, немножко. Смотрите, друзья, сейчас на Озоне, я не знаю, подделывать, честно говоря, тесты или не подделывать, наверное, слишком тяжелая технология, но в любом случае, если хотите официальный, если хотите эксклюзивности, то, пожалуйста, на Озоне сейчас берите от White Product. Они единственные, у кого есть возможность оригинальную продукцию поставлять на российский рынок. Да, это так. Смотрим на результат, ну, пока не проявляется, чувствую, что… Ты, кстати, давно проверялся? Сегодня утром. Все нормально было? Ну, и спасибо тебе большое, что ты утром проверился. Вот она, социальная ответственность. Молодец. Роман Игоревич, молодец. Потом все убрал он в такой вот чехольчик. Да, хорошо. И можно уже отправлять в помойку, чтобы у нас ничего… Что? Нет, кассета. Какая кассета? Кассету-то как мы выбрасывать будем? Ее же тоже утилизируется. А я ее вот храню, все показываю. А, ну, хорошо, я тогда свой тоже достану. А где? А, вот. Вот мы. Точно. Кассету давайте тогда я утилизирую и, наверное, это как. Вот зачем мне покупать тест дорого, если можно вызвать врача с экспрессом или пойти в поликлинику? Врача с экспрессом вызвать можно, только какой это будет экспресс? Согласен. Согласен. Ну, я, честно говоря, не смог вызвать врача. То есть, у меня было 38, мне сказали, ребята, вот 39 будет, тогда вызывайте. Нет, я хотел соврать, но как-то же. Если из госклиники вызывать, это само собой. То есть, это немножко другая история, потому что не перегружено. Наверное, сейчас на клинике вызвать можно. Нет, ну, наверное, все, наверное, можно сделать. Значит, вот мой тест, я убираю, ребят. Все поняли, все посмотрели, сделали мы его. Ясно и понятно, буквально за несколько минут ты его делаешь, за минуту-две, и потом в течение 15 минут проявляется точно. Хотя, первый показатель уже можно определить даже сейчас. Еще раз расскажи, что за две буковки? С или С – это контроль. То есть, эта полоска появится в любом случае, вне зависимости от того, больны вы, не больны вы. Это проверка самого теста, что он работает, что химсостав среагировал на жидкость. А Т – это именно тестовая полоска. Соответственно, она отвечает на вопрос, есть ли у вас ковид или его нет. Судя по всему, у меня его нет. Ром, ну ты выдохнул немножко? Или ты был уверен? Я с утра проверился. Я из дома до этого не выходил, поэтому особо вариантов не было. Да, действительно. Друзья мои, вот сегодня говорим об экспресс-тесте для определения ковид-19 в домашних условиях. Стандарт Q – COVID-19 AG Home, комфортный для детей любого возраста, не ошибается, подаром Росздравнадзора. Быстрая самодиагностика за 15 минут, без боли и стресса, короткий тампон, который неглубоко погружается в носовую полость. Идеальный формат для дома и путешествий, да, мы об этом тоже с вами сказали, выделяет все, выявляет в смысле, все штаммы COVID-19. Все, включая омикрон. Это факт. Определяет вирус даже при низких его концентрациях, я на этом ставлю большой акцент, для меня это, кажется, самое важное, в самом начале заболевания, при бессимптомном течении тоже. И рекомендуется к применению с первого по десятый день заболевания. Кстати, почему по десятый? Вообще, по данным Росздравнадзора, у вас уже новые антитела появляются на 14-й день. Антитела G, как будто вы уже выздоровели, поэтому и по десятый день. Кажется, после десятого дня вы либо очень сильно заболели, либо вы уже здоровы. Понятно. Я думал, он куда-то в кровь там переходит, просто его нет уже в носовой полу. Нет, про это я тоже могу сказать, что COVID-19 так не работает. Он либо есть, либо его нет. Потому что, ну вот самый банальный пример. Люди теряют от COVID-19 обоняние. Они теряют его не на третий день и не на десятый, а потом. Соответственно, вопрос, если COVID-19 уходит по носоглотке куда-то вниз, в кровь еще куда-то, как тогда рецепторы обоняния теряют функциональность? Если вирус-то ушел, как это работает? Ну, как-нибудь все работает. Ну, то есть, в последствии какими-то... Он ушел, но оставил за собой след, который проявился через 10 дней. Да? Звучит как-то не очень как-то подобно. Экспресс-тед подходит для детей даже маленького возраста. В комплект входит короткий тампон, видели его, которым комфортно брать биоматериал без боли и стресса для ребенка. Преимущество данного теста. Он не требует сбора слюны, что часто проблематично для маленьких детей. Да не только для детей. Для людей с температурой это тоже проблематично. Когда у вас температура 39, собрать у себя слюну на самом деле это еще испытание. Там ни лимон не поможет, ни вода ничто не поможет. Вот так вот. Также тест проводится в домашних условиях. Вам не придется вести ребенка в клинику для забора биоматериала, подвергает дополнительному риску. Вот так вот. Скажи, пожалуйста, вот какой вопрос. Хочет не отвечай, потому что он не совсем верный. Но почему тендер не выигрывают для медицинских учреждений? Выиграли бы? Такие вещи? Гос-тендер, да. И везде был замечательный тест. Как было сказано раньше о конкурентах, либо хорошо, либо никак. Тендерная система подразумевает победу того, у кого дешевле. А цена подразумевает качество. Вот, собственно говоря. То есть, грубо говоря, поставили условия 100% чувствительности. Если, например, второй порог, какая концентрация должна быть? Ну, не указали. Да. Я смотрю, 100% чувствительность. Только этот тест демпингует и добегут и по цене по минимуму, естественно, выигрывает. 80 рублей за тест, например. Ну, это я сарказмирую, конечно. Не так уж плохо, но да. Так, хорошо. Илья, спасибо за комментарий. Пока. Ну, просто прощайтесь с нами. Вот и все. Олег пришел. Олег, привет. Говорят, что две полоски рады в семье на тесте. Да, в каких-то вариантах. Кстати, работает так же точно. Серьезно? Да, абсолютно. Вот так. Идея та же самая. Идея та же самая. Но вот касательно идеи, ребята, все для вас Южная Корея сделала. White Product поставил эксклюзивную в России, поэтому дальше ваш выбор. Дальше, в принципе, ваша социальная ответственность. Главное знать, главное понимать, что случится. Обращайте внимание. Если хотите точно, можете говорить что угодно. Я пойду куплю в аптеке за 2 тысячи рублей. Вполне возможно. Может, к нам придут представители других экспресс-тестов, просто ни разу не заходят почему-то. Понимаете? А Биосенсор и White Product пришли и говорят все, в открытую. Можно задать провокационный вопрос. Вот они говорят, ребята, у нас вот так. И это доказано. Почему-то никто больше не стремится, хотя мы просим прийти на вот такой вот открытый поединок. Ну, вот так вот происходит. В связи с этим я сразу могу доверять этому бренду. Мне кажется, это классно. Роман Дриткин сегодня с нами был. Друзья мои, спасибо большое, что этот вечер провели вместе с нами. Я очень надеюсь, что вы будете здоровы, что вы будете в безопасности, что вы будете беречь своих родных и близких, наслаждаться этой зимой, гулять. Не забывать, безусловно, витамины. Не забывать, безусловно, питье теплое, хорошее. Морса себе делать. Это мы не исключаем, ребята. Заниматься спортом, обливанием и чувствовать себя замечательно и хорошо. Роман, ты согласен с нами? Конечно. Вот видите, он совсем согласен. Ребят, ну что ж. Все. Значит, обнимаю тогда вас. Нет, ребят, пишет Андрей не врет. Люд, спасибо тебе большое, это больше года с нами, это правда. Астасия врет, Маша говорит. Нет. Ребята, мы здесь заточены под одно. Разобраться. И все-таки это наша какая-то личностная ответственность за это дело. Ну и, естественно, личная ответственность Романа Редькина, который представляет White Product, сказал все, надеюсь, все это будет подтверждено, и мы действительно, приобретая это, будем в полной безопасности. По крайней мере. Само собой. Ром, спасибо тебе большое. Можем пожать друг другу руки. Два отрицательных теста. Ура. Встал он со стула, наконец-то. Ребята, вот. Всем благодарность ему, ставьте лайки, смотрите, еще час будет доступно. Предложение больше, чем полтысячи рублей и скидка. Всем удачи, всем хорошего настроения. Я с вами и живусь в пятницу, дорогие мои. Хороший вечер. Все, пока-пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok